Приветствую вас. Для начала хотелось бы отметить, что не совсем понятен ваш вопрос к психологу. То есть вы пишете, что не знаете, как попросить учредителя ускорить процесс назначения на должность директора другого более жесткого человека. Почему именно более жесткого человека? Остается загадкой. Почему вы вот считаете, что тот факт, что вас воспринимают как коллегу, а не как руководителя, целиком и полностью ответственных обстоятельств, но не ваша. Это тоже немного странно. Да, понятно, что вас воспринимают как коллегу в большей степени, потому что вы работали с этими людьми, но вы можете и изменить позицию. Вы можете изменить поведение свое. И вы можете при желании сделать так, что вас будут воспринимать иначе, по-другому. Не как коллегу, а как руководителя. Но даже и можно сделать так, чтобы вас воспринимали и не как руководителя, и не как коллегу, а просто как в первую среди равных, например. То есть тут вопрос в том, как вы себя ставите. Дальше, речь идет о профессиональных отношениях. То есть речь не идет о личных взаимосвязах. А значит, там где есть профессиональные отношения, там есть скорее всего и коммерция. И возможно даже деловые отношения. Поэтому ваша неуверенность в себе нуждается в анализе. Почему вы сомневаетесь и испытываете противоречия в том, чтобы попросить учредителя или выразить ему то, что вам не комфортно? То есть почему вы испытываете трудности с тем, чтобы защищать свои интересы? С чем это связано? Это ваши, например, страхи. Это ваши, например, ваша какая-то неуверенность в себе, может быть. Это что-то еще, что вот может быть у вас имеет место быть. Понимаете? Но данный аспект нужно обязательно исследовать. Потому что вы относитесь к учредителю так, как будто он имеет для вас значение куда больше, чем имеет обычно, ну, скажем так, начальник. Да? Руководитель. Может быть вы, я не знаю, своей работой дорожите и боитесь ее потерять. Работу я имею ввиду. И поэтому вы не знаете, как попросить у учредителя, чтобы назначили вам, ну, назначили кого-нибудь на место директора, да? Вот. Тут, опять же, не совсем понятно, в чем именно ваш конфликт, в чем именно ваши неуверенности в себе. Вы пишите о том, что не торопятся никого назначать на должность ваган и правильное, потому что есть вы. И не будут никого назначать до тех пор, пока будет чувствоваться, именно будет чувствоваться, что вас, например, все устраивает. Допустим. Ну, понимаете, какая штука. Поэтому я думаю, что вот с этими моментами нужно вам разобраться. Потому что я не знаю, как попросить у кого-либо говорить о неуверенности и о страхе. Вот и все. Вот. И вы пишите, что всех все устраивает именно потому, что вы не отстаиваете свои интересы. Всех все устраивает именно потому, что вы не защищаете свое. Вы не отстаиваете то, что вам нужно. Вы не демонстрируете свою позицию. Вот. Далее мне почему-то показалось, что когда вы упомянули про более жесткого человека, подразумевалось, что вы, человек, более мягкий. И вот что вы понимаете под мягкостью, например. Что для вас мягкость? Большой вопрос. Ну, то есть, не путаете ли вы мягкость с неуверенностью, например. Не путаете ли вы мягкость с уступчивостью, например. Это вот то, что нужно поисследовать. То, что нужно раскрыть вам. Ну, равно как и отношение к работе. Ваше, соответственно, тоже. Вот примерно так, я думаю, вам можно ответить. Я посмотрю сейчас на ваш текст. То есть, тут вы просто излагаете факты. Вот. Вы пишите, что, ага, у нас обязанностей становится больше. И с ними мне справляться сложнее. Я вас прекрасно понимаю. Вопрос в том, как вы доносите до высшего стоящего руководства. Тот факт, что вам тяжелее справляться. Вот. Мне есть такое ощущение, что вы склонны вот жертвовать собой, да. И склонны перерабатывать. Вот. Я не беру сказать, из-за чего это, да. Из-за гиперответственности, из-за страха, из-за неуверенности в себе, из-за желания, там, что-то доказать себе и другим. Вот. Но, тем не менее. То есть, вопрос основной, который я хочу у вас спросить, это, в чем ваш конфликт по поводу просьбы учредителя, учредителю назначить вам, соответственно, директора. В чем противоречие? Вы ходите и в то же время что-то мешает. Вы как будто стесняетесь этого учредителя. Вот в чем конфликт ваш? Давайте его постараемся раскрыть. И тогда, я думаю, ситуация будет более очевидна, более понятна. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация, ваша ситуация разрешится. До встречи на канале. Продолжение следует...